Как вылечить онкологию? Какие секреты хранят башни-близнецы? Отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Адлина Амдрахманова. В настоящее время научные деятели ведут активные исследования и находятся в поиске наиболее эффективных препаратов в области онкологических заболеваний. Ученые Казанского федерального университета разработали уникальную технологию для борьбы с онкологией. Все подробности расскажет наш корреспондент. Введенные в феврале 2022 года санкции парализовали возможность применения западных т-клеточных технологий в России. В результате одномоментно безжизненно необходимой терапии остались сотни тысяч смертельно больных онкопациентов. В связи с этим стали востребованы проекты, связанные с разработкой отечественных картопрепаратов и оборудованием для их производства. Несколько лет назад с зарубежным инвестором израильской биотехнологической компании идея возникла одновременно у нас и у них. У них была задача создать биореактор для клинического получения корртеклеток. Я отдельно скажу о том, что это такое. У нас были компетенции в этой области. Мы нашли друг друга и совместно начали этот проект. Они вложились финансово, мы вложились нашими мозгами. Мы довели этот проект до создания работающего прототипа. Корртеклеточная терапия – это метод лечения, основанный на использовании собственных клеток пациента. Т-лимфоциты извлекаются из организма пациента с помощью афереза. Технологии, которая позволяет разделить кровь на компоненты и получить определенное количество лимфоцитов. Затем проводится их модификация, чтобы они могли распознать и атаковать опухолевые клетки. И они вводятся обратно в организм пациента. В нашем случае это платформенное решение, то есть это создание как самого корртеклеточного препарата, так и оборудование для его производства. Таких решений в мире довольно мало. В нашей стране их нет вообще ни одного. Работа по созданию необходимого препарата и оборудование проводилась в течение двух лет большой команды ученых, инженеров, дизайнеров и других сотрудников Казанского федерального университета. На каждом этапе проводилось биологическое испытание полученного оборудования. То есть мы тестировали его с реальными клетками. Более того, данный прототип успешно прошел испытание в Израиле, на площадке биотехнологической компании, которая была партнером на тот момент. То есть это такая комплексная, междисциплинарная работа. Данное устройство существенно превышает по эффективности стандартные лабораторные подходы. В настоящее время метод кортертерапии в России клинически применяется лишь в единичных онкологических центрах страны. То есть за счет комплексного нагрева, подачи газов, контроля за тем, что происходит внутри биореактора, мы можем получить оптимизированные условия, которые позволяют клеткам расти более эффективно. И таким образом мы можем получить наш клеточный препарат, мы можем наработать в гораздо более сжатые сроки и в гораздо большем количестве, чем обычно это происходит в лабораторных условиях. На сегодняшний день по данному проекту ученые Казанского федерального университета создали картоклеточные препараты для терапии солидных опухолей, разработали первый отечественный биореактор для производства высокоэффективной иммунотерапии онкозаболеваний, а также промышленную технологию производства картоклеточных препаратов. В дальнейшем планируется разработка следующего прототипа большего размера. В нем будет нарабатываться клеточный продукт, который вводится в кровь онкобольному. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Архитектурный ансамбль Казанского федерального университета – это целый комплекс исторических построек. Они являются неотъемлемой частью столицы Татарстана. Откуда взялись посреди центра города Близнецы-высотки – все подробности в сюжете нашего корреспондента. Над историческим центром Казани, где располагаются в основном невысокие старинные здания, возвышаются высотки Близнецы. Это физический корпус и второй учебный корпус Казанского федерального университета. На самом деле, изначально, когда правительством только планировалось финансирование строительства новых корпусов, было несколько вариантов места их расположения – на берегу реки Казанка и здесь. В итоге и физический корпус, и его высотный Близнец расположились в пределах университетского городка. Места здесь достаточно немного, и проектировать аудитории по горизонтали смысла нет. Именно поэтому здания спроектированы в виде высоток. После революции в Казани множество исторических доминантов в виде колоколин было утрачено. Например, главный собор стоял на месте химического факультета с высокой колокольней. И, собственно, на месте, примерно в этой же зоне, появились две новые такие высотные доминанты. Строительство высоток было завершено в 70-х. Первым открыл свои двери физический корпус. Затем – двойка. Активное участие в возведении новых корпусов принимали студенческие строительные отряды. Чтобы стиль высоток вписался в общую конву города, здание поместили немного вглубь квартала. Первый этаж более высокий и полностью остекленный. Это позволяет сделать здание такое, с одной стороны, массивное, с другой стороны, парящее. Интересно, что оба здания спроектированы в виде отелей того времени. Именно поэтому в высотках по несколько лифтов. Одни перемещаются по четным этажам, другие по нечетным. Помимо этого, у каждого здания есть свои пристройки. У физического корпуса – это столовая, у двойки – библиотека имени Лобачевского. Вообще, профессора завидовали коллегам, работавшим в новом корпусе. Здесь было светло и просторно. Особый трепет вызывала именно библиотека нового типа. Никакой толкотни, только просторные читальные залы. Строительство высоток Близнецов стало для города одним из важнейших событий. С момента их открытия любой турист мечтает оказаться внутри, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитагуи. Универньюз. Разработка персонализированных подходов к лечению и моделированию онкологических заболеваний имеет огромное значение для повышения эффективности и безопасности противоопухольной терапии. О том, какую систему для тестирования препаратов предложили ученые Казанска Федерального университета, расскажем в следующем сюжете. Основными моделями опухолей на сегодняшний день являются трехмерные клеточные культуры. Однако существует проблема получения опухолевых сфероидов, поскольку существующие технологии не позволяют получать сфероиды в достаточном количестве из некоторых типов опухолей. Внеклеточные визикулы – это крошечные внеклеточные пузырики, которые выделяют клетки различных тканей или органов в окружающую их среду. Благодаря этим структурам опухолевые клетки могут взаимодействовать между собой и другими клетками организма, перенося онкогенные белки. Тем самым визикулы могут как поддерживать рост опухоли, так ее и угнетать, если они принадлежат иммунным клеткам, которые имеют противоопухолевую активность. Проводя фундаментальные исследования, мы обнаружили, что при добавлении внеклеточных визикул стволовых клеток и опухолевых клеток к опухолевым сфероидам мы можем модулировать сферообразование. То есть мы можем получать большее количество сфероидов и также можем получать сфероиды с повышенной жизнеспособностью. Таким образом мы сделали вывод, что мы можем влиять на этот процесс. Есть опухоли, которые образуют сфероиды в меньшем количестве или вообще их не образуют. А использование подобных систем очень актуально для тестирования противоопухолевых препаратов, а также для персонализированного подбора лекарственных средств. Данные исследования визикулы использованы учеными Казанского федерального университета впервые. Оно позволит снизить затраты на разработку новых веществ. Мы также используем уникальный метод получения внеклеточных визикул. Это обработка клеток специальным веществом, которое приводит к дезорганизации цитоскелета. Таким образом мы добавляем вещество, клетки взбалтываем, и все клетки распадаются на визикулы. Мы получаем большое количество визикул. Поскольку естественные визикулы образуются в меньшем количестве, мы можем получать большое количество визикул. Таким образом их использовать в промышленном масштабе потом для тестирования препаратов и добавления к сфероидам. Работа над разработкой системы для тестирования препаратов на основе 3D модели опухоли проходила в несколько этапов. Для начала ученые исследовали коммерческие культуры опухолевых клеток. Сейчас мы проводим исследования на клетках пациента, чтобы уже оптимизировать нашу технологию под персонализированный скрининг. В дальнейшем мы планируем трансплантировать наши сфероиды иммунодефицитным животным, для того, чтобы уже исследовать их восприимчивость к терапии в инвиво, то есть в организме. На сегодняшний день ученые Казанского федерального университета работают с клетками, которые получены из биоптатов пациентов с онкологическими заболеваниями. Это рак молочной железы, желудочно-кишечного тракта и другие виды опухолей. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Исламская религия пришла в нашу страну 1100 лет назад благодаря одному из самых просвещенных людей Среднего Востока, Ахмеда Ибн Фадлана. Историческое событие легло в основу создания документально-художественного фильма режиссера Айназа Мухмедзянова. О легенде в Волжской Булгарии в своем сюжете расскажет Виктория Бояринцева. Бытует мнение, что сегодня российский кинематограф находится на дне своих возможностей, поскольку много копирует западных картин, теряя самобытность. Режиссер Айназ Мухамедзянов в новом фильме «Ибн Фадлан» доказывает зрителям обратное. Документально-художественная драма – оригинальная история нашей страны. Кинокартина рассказывает о жизни одного из самых просвещенных людей Среднего Востока, ученого и путешественника Ахмеда Ибн Фадлана, с которым напрямую связано становление исламского мира на территории Волжской Булгарии. В 1922 году было отпразднено такое грандиозное событие, которое связано с принятием ислама на территории Российской Федерации, но тогда еще федерации не было. И именно с приходом посольства, в котором был секретарем Ибн Фадлан. 300 актеров, 200 костюмов, повторяющих аудентичность эпохи, широкая география съемок от Анти до Узбекистана, над сохранением правдоподобности в художественной картине работала большая съемочная команда совместно с историческими консультантами. Среди них – доцент Института международных отношений Казанского федерального университета, директор Белярского историко-археологического и природного музея-заповедника Зуфар Шакиров. Я ознакомил с объектом на территории нашего заповедника. На сегодняшний день самые древние из известных мечетей в Северо-Восточной Европе – это соборная мечеть на территории древнего Беляра. Премьера документально-художественного фильма состоялась осенью прошлого года в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Однако в широкий прокат вышел только в этом году. На этом все. В студии была Аделина Амдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok